Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Зрители возмущаются. Мало кто ожидал, что мужская спальня превратится в съемочную площадку фильма для взрослых. Алексей Кудряшов и Анастасия Болинская едва не занялись волшебством в присутствии других участников. И хотя до секса все-таки не дошло, зрители испытали отвращение от ролевых игр в стиле Садамаза. Алексей Чайчиц придумал для Лизы Триандафелиди прозвище. Он поделился с подписчиками свежим снимком и назвал свою вторую половинку «Падлой вонючей». Теперь еще меньше зрителей верят в то, что Алексей рассматривает свою избранницу всерьез. Похоже, что пара Саймона Морданшина и Маргариты Овсяниковой распалась. Саймон взбесился из-за выхода к Марго, которая, по его мнению, ведет себя очень развязно. В порыве гнева он швырял, достал девушку за волос и материл последними словами, а также выкинул с виллы все ее вещи. Марго пишет в своем микроблоге. «Когда Саймон ударил меня моей же рукой, я подумала, что это конец. Нам было так хорошо вместе, такое прощать нельзя». Иосиф Аганесян не оставляет без внимания Дашу Лымарь. Он предлагает девушке заняться волшебством. Либерш Кападону поздравила всех, кто смотрит проект или работает на «Доме-2» со съемками пятитысячного дня. За это время на «Доме-2» перебывало около двух тысяч участников. Как бы ни ругали его, он объединяет всех нас и дает эмоции, пишет девушка. В очередной раз плохо почувствовала себя Ольга Бузова. Видимо, у нее переутомление из-за постоянного недосыпания и большого количества работы. Скоро Бузова поедет в свой первый полноценный отпуск за последние два года. 20 января она отметит день рождения. «Мы будем зажигать вместе с моими подругами на моей шикарной вилле», пишет она. Как вы помните, недавно Женя Кузин подарил Саше Артемовой новый автомобиль стоимостью 3 миллиона. Если верить последним новостям, сказке пришел конец. Саша уже лишилась своей машины. У нее могут быть серьезные неприятности, потому что новое авто не только не новое, но и числится в базе ДПС в угоне. Вика Романец и Антон Гусев стали жертвами мошенников. Они провели новогодние праздники в Праге. Турагентство обещало им 50% скидку за рекламу. Но потом выяснилось, что билеты на самолет оказались без багажа, а также номер был неоплачен. Романец активно занялась поисками мошенников. И вот совсем недавно она узнала, что их отдыхом занимались друзья Кристина Лисковец и Федя Стрелков при посредничестве другого человека. Романец обещает подать на Лисковец в суд. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на канале ТНТ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова